Всем привет, дорогие друзья! Пока вы все собираетесь, я сделаю маленький анонс и расскажу, кто у нас сегодня будет в прямом эфире. Сегодня будет замечательный эфир, так как вы, друзья, всегда спрашиваете, скажите, пожалуйста, как монетизировать свой талант? Скажите, если вы меня слышите, да или нет, это в наушниках, не понимаю, слышно меня или нет, буду рада за отклик. Так вот, друзья, все вы занимаетесь творчеством, занимаетесь для души, и было бы хорошо, если бы это творчество приносило вам монетизацию, правильно? Чтобы вы зарабатывали в удовольствие деньги, вы творили замечательное искусство и слышно. Супер, спасибо! Сейчас, пока мы ждем нашего спикера, подавайте заявочку, сейчас расскажу, кто будет, будет очень интересно, так круто. Друзья, очень будет интересно, когда мы будем с вами монетизировать свой талант и научимся. Так вот, много эфиров у нас уже, мы рассказывали, приглашали спикеров с Амазона, да? Вы если слушали, то это очень хорошо, можете перейти в Golden Time Talent, послушать, и мы здесь на канале тоже поделимся. Мы также проводили эфир очень интересный из США с Ольгой Образцовой. Она рассказывала, как нужно правильно вести свои социальные сети. Эфиры у нас еще будут с ней, с Ольгой из США. Там немножко не совпадает у нас со временем. Очень интересные эфиры у нас были с школой, да? Это как нужно упаковывать свой талант. И нам рассказывали, как это делать. Это London Business School в Великобритании. И тоже рассказывали, как это делать. Вы можете, опять же, пересмотреть все в Golden Time Talent. И я вам ссылочки сегодня в сторисы отправлю. Также у нас были спикеры из США и Великобритании. И рассказывали, как можно получить визу талантов в США и в Великобритании. Также я вам рассказывала, как за успешные кейсы, какие уже получили люди визу талантов в США. И очень успешные. Это было очень давно, когда компания еще была совсем маленькая. Ему всего лишь один годик. А сейчас ей уже 7 лет. Мы уже взрослые. И уже пошли в какой класс? Если в Великобритании, то мы уже совсем взрослые. Можно мне имя считать и писать. Спасибо, друзья. Так вот, парень, который из США получил визу, он сейчас помогает и ведет одну из успешных компаний. Это одного из президентов. Не будем делать сейчас рекламу. Так что, друзья, к чему я это вам говорю? Принимайте участие в конкурсах. Присоединяйтесь к нам в конфедерацию. Объединяйтесь, друзья. Показывайте свой талант. Не важно, вы стать, я вам скажу так. Очень успешные художники, и не только художники, и также музыканты, становятся даже те, которые не получили должного образования. Они сейчас идут с такой силой и хотят доказать, и показать, что они могут. И достойны того, что если даже не получили должного образования, там, университет, да, мы закончили школу художества, ну или музыкантами, они стали многие великими музыкантами, друзья, которые даже пишут исключительную музыку и пишут замечательные картины. И это я вам могу сказать действительно, потому что мы вот в этом году провели четвертый фестиваль в Великобритании, где собралось уже 25 стран, друзья. 25, это очень огромный, их бы собралось бы больше, так как участников у нас 71 страна, но визу в Великобританию не так легко и получить. И не все смогли приехать к нам, те, которые даже подавали заявку. Ну и так как это было время августа, и все были в отпусках, немножко были расслаблены, не все подмотожились, так бы у нас было бы, ну, страну бы 35-40, я была бы уверена, если бы все правильно заполнили документы. Так вот, принимайте участие, друзья, объединяйтесь в конфедерацию, и мы с вами будем добиваться многого и учиться монетизировать свой талант, тем более вы действительно очень-очень талантливы. Так, у нас сегодня спикер-художник, которая научилась монетизировать свой талант, друзья, и она нам сегодня расскажет, как это делать и даст маленькие советы, друзья. Так что берите ручку, тетрадку, и будем сегодня мы с вами записывать. Друзья, ну, если у вас какие-то есть вопросы, которые вас волнуют, и вам хочется на них получить ответы, мы, конечно, будем рады слышать и на эти все вопросы будем отвечать. Так, а кто из вас был в этом году на фестивале? Можете поставить лайк, я буду очень рада. Как вам понравилось, друзья? У нас в этом году был замечательный театр в самом центре Лондона, Панкрафт-стейшн, замечательное здание рядом было. Второй день тоже была прекрасная локация для выставки, прекрасный такой ресторан, теплый, уютный, где мы тоже провели выставку, где, кстати, мне очень было приятно, что в этом году мы не анонсировали, друзья, что художники наши будут продавать картины. И, вы знаете, было очень приятно, когда за очень хорошие цены картины были куплены в первый день, во второй день. И, вы знаете, на следующий год мы тоже не будем анонсировать, что будет и продажа. Вы будьте к этому готовы, что возможно, возможно, говорят англейки, фингер-кросс, что возможно будет... Так, ура! Здравствуйте! Ура! Наконец-то, что не так всегда у нас получается выйти прямо в эпид. Здраво! Браво! И я так понимаю, что вроде бы связь неплохая. Вы меня хорошо видите? Да, замечательно. Вы меня... Я вас тоже. Отлично, да. Без помех, отлично. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе и что мы будем сегодня с нашими участниками слушать. Так, я одна из тех, кто живет и дышит творчеством. Но сегодня больше хочу с вами поделиться другой стороной своей жизни. До переезда в Британию, в Украине, я была управляющей департаментом маркетинга большой группы компаний инженерных систем. И вообще за свои 18 лет практикующей деятельности маркетолога я реализовывала проекты для множества разных бизнесов. То есть от производства непродовольственных товаров, ресторанах, торгово-развлекательных центров, ритейла. То есть я специализировалась как раз-таки в интернет-маркетинге, электронных продажах, брендинге. То есть это когда мы говорим про все, что у нас связано с построением имиджа компании, разработки айдентики, архетипов. Не буду больше маркетингами, терминами закидывать. Я сегодня хочу, наоборот, рассказать вам доступным языком правила и как бы основные азы поведения людей в интернете, как они мыслят, что ими движет и как нам это все использовать для того, чтобы мы монетизировали свое творчество. Потому что после переезда в Британию я решила использовать все свои знания и начать продвигать свой личный бренд, соответственно, запустить свой проект. Мне очень помог Global Talent, начиная от того, что два года тому назад мы познакомились и я победила среди художников в одном из сезонов, по-моему, 53-й или 30-й, даже 9-й. Вы были со мной на моих первых шажочках становления от начинашки и для человека, для которого рисование это хобби и рефлексия, до становления вот как раз-таки принятия себя, что я художник. Вот. При этом на фестивале, когда мы были у нас в сентябре, был замечательный фестиваль, как раз про это Инесса рассказывала, мы... Для нас это также была площадка для общения, мы знакомились, и вот когда я общалась с многими своими коллегами художниками, я поняла, что я обладаю таким багажом опыта и знаний в маркетинге, что я могу им так же самое помогать. И вот пришла ко мне идея даже, что тот же самый маркетинг-коучинг, который был у меня в Украине, я могу его реализовывать с людьми, которые имеют со мной одинаковые ценности, взгляды, и это большая кайфушечка, как говорится. Арт-сфера в плане маркетинга, она, конечно, совсем иной мир, со своими правилами, это нормально для любого рынка, у каждого есть свои правила, свои алгоритмы, свои директора, как я их называю, которыми мы для того, чтобы монетизировать себя, свой продукт, должны этими знаниями обладать. Вот. У вас можно вопрос? Да? У вас получилось уже монетизировать свой талант в Великобритании? Да. Получилось. Вы уже начали продавать свои картины здесь. Да, да, потому что я согласна, я понимаю, почему этот вопрос, я согласна с тем, что если мы берем интернет-маркетинг и мы берем рынок Британии, это немного сложнее. Если мы берем Украину и рынок стран по СНЗ, с одной стороны это легче в плане бюджетов, нам легче. Но в плане инструментов, к примеру, у нас там в Британии и на территории Америки у нас больше инструментов доступно. Вот. Но сами это, если мы говорим про платные каналы, но начиная тут вести свой бизнес, вот почему я сделала акцент на том, что арт-сфера это немножко иное. То есть тут не получится быть стандартным маркетологом, который знает, как продавать там товар или услугу и пойти по такому же пути. арт-сфера для продажи своих картин, принтов, эскизов и тому подобное это немножко другой мир. И начинается этот мир, кстати, все равно с понимания как раз-таки именно психологии поведения пользователей. То есть она все равно у нас остается основой. именно я считаю вот эту штуку самой важной для ведения любого успешного бизнеса, в том числе для художников, скульпторов и других творцов. И как раз-таки вот сегодня я хочу постараться рассказать для вас самые главные секреты поведения людей в интернете и показать, как мы это можем использовать для своей монетизации. Сюда давайте. Давайте. Тогда поехали. Я буду стараться делиться на блоки, чтобы если у нас были интересные вопросы и вообще вопросы... Пускай пишут друзья, да? Да. Вы пишите, мы обязательно на них ответим. Кроме того, мы задумали интересные подарки для тех, кто будет у нас самые активные. Итак, поехали. основное вообще в своих программах и коучингах я всегда уделяю особое внимание именно глубокому пониманию психологии маркетинга. Почему это важно? Потому что все наши взаимодействия с внешним миром, включая восприятие даже тех же самых контента, маркетинговых инструментов, они начинаются с визуальных образов. То есть мы же всегда погружаемся в мир рекламы и контента через глаза. Но все решения, которые мы принимаем с вами, а также наши будущие клиенты, будь то выбор продукта, услуги, товара, они так или иначе рождаются в мозге. И именно мозг будет нам анализировать и интерпретировать впечатления, и после этого формировать наши поведенческие реакции. Так? Вот. То есть мы сначала что-то видим, оно у нас проходит анализ, мы чувствуем отклик, не отклик, и дальше уже принимаем решение. То есть если мы скроллим ленту, то есть мы можем просто пальцем бесконечно скроллить, или мы что-то задерживаемся, к примеру, там вы увидели рекламу нашего интенсива, посмотрели, о, да, мне это нужно. То есть оно нашло отклик, и соответственно вы уже на него среагировали. Поэтому прежде чем вообще погружаться в детали технологий интернет-продаж и изучать стратегии продвижения, важно в первую очередь понять, как работает восприятие. И это, оно становится таким фундаментным ключом вообще маркетинга вашего бизнеса, потому что все, кто тут собрались, так как мы заинтересованы в монетизации, так как мы уже переходим на уровень собственников своего бизнеса, своих проектов. Ну да. Вот. Причем психология продаж это основа, с которой мы сталкиваемся и любой человек с самого рождения. То есть у нас же есть стандартные этапы, то есть на протяжении всей жизни рождение, детство, юность, зрелость, старость, ну и естественным образом на каждом этапе меняются наши желания, их еще называют потребности, иногда, может быть, вы слышали в интернете, в маркетинге часто используют такое понятие, как боли, вот, называют потребности болями, то есть даже будет еще с детьми, когда мы играли на площадке, ну тут поколение, в принципе, я как понимаю, серовесники, то есть если кто-то приходил с какой-то игрушкой, у нас что, у нас возникало желание владеть этой игрушкой, и то есть дальше мы уже выдумывали для себя кто как мог способы, или там к родителям, или постарше уже зарабатывать, и так с жизнью оно остается, у нас просто меняются желания, то есть в юности там нас интересуют одни факторы, а дальше другие, то есть всегда человеком движет желание обладать чем-то потребности, которые формируют его, вот, просто со временем они у нас становятся более сложными, то есть это и есть ключевая идея, что человек на каждом этапе жизни он испытывает некоторые неудотворенности и вот неудотворенные потребности, я бы вот так вот сказала, именно вот это вот внутреннее ощущение, что чего-то нам не хватает, оно и стимулирует находить решение, оно движет нам, если бы не было бы у нас такого решения, мы бы были наравне с животными, которым, ну там, грубо говоря, все есть, еда есть, ну, кровь есть, зачем нам развиваться, что-то творить, что-то делать, нету необходимости, а вот эти вот как раз-таки нехватки, желания, они как раз-таки движут надо, то есть представим, опять же, легко художника, который, допустим, только окончил или академию, или, хорошо, не академию, курсы какие-то онлайн, и столкнулся, вот он, с необходимостью найти свое место на рынке, то есть он понимает, у него, у меня хорошо получается, я уже готов продавать свои картины, он испытывает в любом случае первоочередно страх, так или иначе, что его работы могут остаться незамеченными, там, что его потенциал будет нереализован, то есть вполне, ну, разные такие ощущения, то есть... Смотрите, я знаю, что, как обычно, даже в галереи, чтобы прийти в галерею, особенно раньше, да, когда мы пытались и ломали эти стереотипы, заходишь с художниками в галерею, о которых никто еще ничего не знает, они прекрасно рисуют, они прекрасно творят свое искусство, приходишь, говорят, имя художника, если они не слышат, что это художник уже с именем, они не хотят даже разговаривать и брать этих художников, ну, картины себе на выставку. Вот так. Да, абсолютно согласна. Мало того, что даже сейчас я сталкивалась, почему вот даже мы, когда на фестивале общались, вот я действительно сказала, мне уже есть с чем сравнить, почему Global Talent отличается намного от стандартных вообще галерей в фестивале, потому что, чтобы вы понимали разницу, в Лондоне галерея довольно-таки активно себя ведет, у нее активные социальные сети, она устраивает ивенты и тому подобное. За то, чтобы разместили картины, вначале идет отбор, подать свои картины очень интересно. Разбор это стоимость, то есть, соответственно, там идут разные стоимости, там, в зависимости от галерей. Ну, приблизительно 10 фунтов. Это 10 фунтов платится за каждую работу, только чтобы рассмотрели. Дальше, если галерея принимает решение, что, окей, вы проходите, они присылают вам красивое письмо, что, congratulations, ваша работа выбирается. То есть, когда я первый раз увидела, я была на седьмом небе. Потом вот этот вот мой внутренний маркетолог начал такой, что-то не то. Потому что участие в самой выставке это платное для художников. Я думаю, ну, окей, для меня это шанс. Шанс, вот, чтобы мои работы увидели, шанс для меня познакомиться с коллекционерами и тому подобное. Вход был 200 фунтов. Вот. Приглашают на открытие, взманивают печеньками и шампанским. Вот. Которые, ну, Я даже знаю, о какой галерее вы говорите. Вот. Потому что у них одни и те же вещи, печеньки с черной икрой и шампанское. В самой галерее, когда прошло открытие, действительно было много людей. в начале теряешься. Вот, опять же, потребности, желания, но мы теряемся, у нас есть страхи. Я даже обратила внимание, были ребята тоже с Украины, я их видела в каталоге, мне стало интересно с ними пообщаться, ну, свой, своим, ему всегда как бы полегче будет. Вот. А в конечном итоге вышло, что я обратила на них внимание, они пришли, сфотографировали свою работу и развернулись, убежали. Я понимаю, вот этот вот, конечно, ну, как это, опять же, страх. То есть, а как общение, барьер языковой? Я стояла такая, думаю, так, соберись тряпка, ты заплатила деньги, тебе нужно использовать свой ресурс. И я пошла именно общаться с людьми, спрашивать, а вы кто, откуда, вот посмотрите, ну, если я попадался художник, соответственно, мы общались, мы общались там, каждая о своем пути. Вот. И к моему большому удивлению было большинство художников. И, то есть, там, некоторые, конечно, уникальные, но все стояли в ожидании, о чудо, придет коллекционер. Я говорю, но если не проявлять активность, если просто рассматривать, а не стоять и работать возле своей работы, никакого результата не будет. Это касается посетителей, это касается владельцев галерей, потому что у них это поток. Они не заинтересованы много тратить своих усилий, чтобы развивать каких-то там новых художников и тому подобное. Ну, к сожалению, реалии не такие вот. Сто процентов. Да. Вот. Но, возвращаясь к нашей теме, все равно вот этот вот внутренний дискомфорт, его нужно, вот почему я говорила, соберись тряпкой и пошла, его нужно воспринимать не как врага, а как стимул к движению вперед, к поиску решений и желанию что-то создавать и тому подобное. То есть, вот именно вот это вот чувство неудовлетворенности, то есть, я понимала, что я приехала шесть месяцев тому назад в абсолютно другую страну, но вот это вот состояние и мое желание, что мне нужно развиваться, развивать свое, потому что я понимаю, что если я сейчас этим не займусь, я могу пойти в офис, работать маркетологом и тому подобное. Ну, то есть, я исследовала эту нить, но я потеряю что-то вот свое, родное, то, что я в это вот вкладываю и так далее. Вот. Также и для людей потребность вот этого движения, оно является самым двигателем в продаже. Причем, что я замечала, чем вот эта вот наша боль остро ощущается, тем легче продавать услугу или товар и тем выше может быть ихняя цена. То есть, к примеру, ситуацию там, если художник вот готовится к выставке, нет, вот сейчас как раз на нас лучше. Давай. К примеру, я видела в чате, когда перед фестивалем нам создали группу, где мы все общались с участниками, и нас организаторы соответственно координировали. То есть, я видела вопросы, которые возникали в плане получения виз. то есть, это острая боль для художника. То есть, вот он понимает, что если он не попадет на выставку, а выставка для него это шанс заявить о себе. То есть, его проблема то, что он не получает вот эту визу и является самым вот таким двигателем вот этой вот, самой острой такой болью. то есть, если бы на тот момент нашелся какой-то агент консалтинга или юрист, который быстро оперативно перепроверил бы всю заявку, у которого есть выходы там с камсулами переговорить и тому подобное, и сказал... Я вам открою секрет. Нет, я моделирую. Мы на компанию... Вы все правильно говорите, но действительно, мы давали... Мы же уже какой раз проводим фестиваль и давали агентство, которое помогает собирать документы и укомплектовывает. Но многие люди хотели сэкономить, да, это стоило около 100 евро, сэкономить и пойти своим путем. Во-первых, это был август месяц, в который были каникулы, а во-вторых, все думали, что это так все весело, хорошо, и к этому серьезно подходить не нужно. Нет, нет, это нужно... А почему я буду показывать все свои доходы? Кому это нужно? Это не мне нужно, не нашей компании. Вы подаете заявку и пишите это все свое же посольство. Вот так. Так что, вы правильно говорите, это очень важно. Много бы стран... Конечно, это так же самое и в Америку. Попробую подать туда визу и неответственно подойти к этому вопросу. Сто процентов. Многие не хотели показывать счета. Многих должны быть деньги действительно на счету, на карточке, оборот. Ну, это уже другой разговор, это уже другая система. Мы даже помогали художникам, которым нужно было разрешение на картины, и тоже наши ребята, агентства помогало делать документы, оценивали картину, насколько она несет важность, культурную ценность. Спасибо для своей страны. Или нет, можно ли ее вывозить, или нет, тоже давали на это документы. Ну, в принципе, максимально, как мы могли, так и сделали. Но еще раз повторюсь, мне было очень приятно, очень, что этот раз пришли действительно покупатели и покупали картины наших художников. И мне было приятно, я даже сама того не зная, а уже по постам, то, что люди там выставляли пост наши участники, и видела, что первый день продали, во второй день продали, ну, это при ней уже свидетелем было. Кто еще продал, не знаю, хотя знаю, что в чате писали, чья картина. Первый день две картины продали, но это 100%. Друзья, если я что-то не знаю, а на второй день одна вроде бы, если я что-то не знаю или забыла, напишите, будет очень приятно, сколько вы картин продали. Но опять же, на следующий раз мы тоже не анонсируем, что придут прямо покупатели. потому что, знаете, когда люди, участники слишком много ожидают, что все так будет, легко, то потом, конечно, не хочется, ну, что прозачаровывались. Никто в очереди, еще раз, стоять за картинами не будет, друзья, пока вы не начнете вкладывать свое имя, правильно, маркетолог? Правильно, Аля? Правильно? Нужно развивать что? Картины, это значит, ваше имя, правильно? Да, это способ заявить о себе и способ коммуницировать как раз-таки с пользователями. То есть, вот как я акцентировала внимание, что немножко в арт-сфере идет процесс продажи другой. Я как раз вот к нему плавно подойду. По поводу ценников и как оценивать свои картины, я думаю, что это вообще отдельная тема, потому что есть очень интересный вопрос. больше трех-четырех типов механизмов. То есть, я использую для себя один, какой-то художник, может, другой. То есть, у меня построено это, к примеру, от квадратуры и составляется по принципу стоимость моя, моей именно работы. Причем, она нестабильная. То есть, вот, грубо говоря, если у нас за квадрат, инчей, квадратный метр, перевожу, пытаюсь, то есть, если она установлена, к примеру, там 10 фунтов или 10 долларов, с каждым вашим выигрышем в выставке, в галереях, в конкурсах, в подтверждении ваших скиллов, вы поднимаете эту стоимость. То есть, от 10 до 15 процентов. Вторая часть, это заключается стоимость материалов на квадратный метр. Третья часть, это стоимость материалов для упаковки на квадратный метр. Почему я вывожу для себя эту формулу, потому что у меня картины разного размера, и мне намного удобнее по формулы выбирать, выбивать, и чтобы мне оно быстренько считало. Дальше, когда у меня суммируются вот эти три цифры по квадратным метрам, у меня начинают добавляться налоги, это обязательный пункт. После налогов добавляются маркетинговые затраты, потому что деньги на рекламу, на платные каналы нам нужны, то есть, они входят в стоимость работы. Очень дорого. Маркетинг это очень дорогое. Удовольствие, это правда. по алгоритмам маркетинга вы должны закладывать 10-20%. В реальной варт-сфере это не так, это больше. То есть, это можете от 30 и больше, потому что оно действительно весомую часть занимает. И вот с этих шести пунктов складывается стоимость картины. Вот. Вернемся. Скажите, есть, а есть вот такой вопрос тоже пишет. Скажите, если занять, и мы этот кейс разбирали с Лондон Бизнес Скул, с ребятами Сергеем, скажите, а если выбрать дешевую нишу, грубо говоря, штамповать недорогие, ну как принты, да, картины, в основном, и за счет оборота, за счет мелких продаж, ну вот как мы смотрим, да, в Лондоне есть, по Уилленду, там, Примаркет, вот недорогие магазины, вот занять эту нишу недорогой маленькой картины, допустим, ну какой-то, ну что, по-моему, за счет оборота можно ли это или только поставить ценник сумасшедший там от десятки тысяч фунтов или долларов и ждать, когда улыбнется счастье. Вот в чем разница тоже, можно так или так? Во-первых, я бы хотела немножко поправить. Когда органический художник собрал у себя уже своих пользователей, собрал свое племя, как я его называю, по моему опыту и с моими коллегами художниками есть принты, которые стоят от 95 фунтов. Это просто фотография картины, к примеру, я рисую в акварели, я также могу продавать и принты, и оригинальные, и стоимость оригинальной картины, конечно, отличаются от предприятий. Сто процентов. Вот. Я это к чему? Что мы это можем делать, мы можем, мало того, что мы это и будем делать, я как раз хотела поговорить про сегментирование, когда у нас один продукт, а клиентов на него разных, много, и когда мы продумываем действительно, как мы с каждым клиентом будем вести себя. Вот. По поводу вернуться, чтобы плавно подойти к этому, то есть, когда у нас вот есть острая боль, мы закрываем, мы за нее, люди вот вообще психологические, они готовы платить больше денег. То есть, если, к примеру, вот у кого-то сдача объекта идет, вот все, завтра въезжают жители, вот особенно в Британии это все шуршатают, но на стене там, грубо говоря, трещины и тому подобное, да, они купят бегом ту картину, чтобы зависеть, чтобы никто не увидел. То есть у них, ну, я, конечно, утрирую, но у них непосредственно вот эта острота боли зависит напрямую влияет на цену. Если, к примеру, вот художник, ну, там, или скульптор у нас рассматривает, он работает по мпрамору, он знает, что у него там в среднем инструмент стоит 300 долларов, он как бы вроде и думает инвестировать в нее, но прежде всего он хочет защитить свою инвестицию. Вот он уже будет искать баланс между стоимостью и качеством. То есть у него абсолютно другое состояние, у него уже больше взвешено, он более углубленно думает, то есть мозг начинает включаться, думать, и он, соответственно, покупать будет уже с учетом на вот этот вот баланс. То есть, опять же, все начинается в мозге человека, то есть его потребности и переживания внутренние более определяют, сколько он готов заплатить за то, чтобы решили его проблему. Вот. Это касается и клиентов, и касается и, в принципе, нас. Кстати, еще одно очень интересное наблюдение. художники наверное меня поймут и все. Вот бывало ли у вас такое, что когда вот вы что-то купили, оно уже приехало, оно лежит запакованное, и там, к примеру, там новая бумага, хлопковая, вот, которую очень давно хотел этот бренд, мы еще не начали использовать ее, но мы уже чувствуем облегчение внутреннее. Вот почему-то это так психологически и работает, что даже не используя это, но получив внутреннее мы чувствуем облегчение, и вы должны фиксировать, что ваши клиенты всегда будут так мыслить так же. То есть, когда вот эти вот процессы все, когда все же понимают, нам продают, мы принимаем решение, но вот когда заключается сделка, когда уже происходит вот это вот органическое рукопожатие, вот тогда человек начинает его вот это вот ощущение дискомфорта, оно утихает. То есть, подытожим, если существуют у нас трудности, люди готовы платить у нас за решение, но если мы продаем что-то абстрактное, что-то ненужное, нам вот в плане именно платного интернет-маркетинга это намного тяжелее делать. Вот. То есть, если продукт не маржинальный, то я очень правильно сказал, сколько у нас на рекламу выходит, сколько, соответственно, остается нам вообще прибыли. Если у нас продукт нерентабельный, ненужный никому, то нам не стоит его в принципе вводить в свой портфель услуг. Потому что, понимаете, мы все собственники бизнеса, но мы должны быть сами себе маркетологами, сами себе финансистами, сами себе организаторами, так что не надо тратить свое время в то, что вам не принесет. Скажите, а что такое неинтересный, нерентабельный, немаржинальный рисунок? Что туда подходит, картина? Вот что не стоит рисовать, что мы не сможем продать? Я думаю, что если брать в плане картины, что это невозможно что-то продать. Если у человека есть... Каждый художник должен начать с того, что разобраться в себе, во что он верит, что он несет в своих произведениях. И понимаете, тут даже уже вспомним квадрат Малевича. Почему-то только те, кто заканчивает художественное учреждение, понимают, почему эта картина стоит столько денег. А по сути, человек, художник, когда себя представляет, он должен четко себя сложить. Что я несу, что несет мои картины. Вот очень классно на фестивале было, что каждый художник представлял себя. Потому что, понимаете, когда мы говорим, рисуем абстракцию, это абстракция, это мы не продаем ее. Но когда я прихожу и заявляю, что вот я люблю архитектуру, я рисую городские пейзажи, у меня всегда присутствует какое-то старое архитектурное здание, и я комбинирую как раз в своей картине, выстраивая как мост между нынешним динамическим этим миром и между мудростью стародавних зданий и тому подобное, то, соответственно, человек, я его общаюсь, располагаю к себе, он начинает меня понимать, а тут уже будет ли отклик. То есть есть люди, которые вообще не задумываются об архитектуре и архитектурном наследии, и я это принимаю, понимаю, вот они пойдут за другим каким-то рисунком. То есть, по сути, правильно себя упаковав и донеся информацию о себе людям, мы можем продать все, потому что вот самая главная ошибка, о которых я учила своих команды, когда, к примеру, там, когда у меня работали уже в департаменте сотрудники, никогда не думайте о том, что человек должен сам разобраться в том, что вы ему преподносите. Это не важно, это рекламный пост, это просто ваш пост о вашей картине или тому подобное. То есть, человек не должен додумывать, не должен себе придумывать, вы должны ему четко, лаконично подать себя, кто вы, про что вы, или, к примеру, если это картина, то, соответственно, ну, включите ее, кроме того, что вы делаете картинку, что вот только увеличенный отрезок картин, включите ее в интерьер, как она будет смотреться, как она, мы... Предложите уже, где она будет смотреться хорошо. Да. Правильно? А вот скажите мне, если я, допустим, хочу купить картину, да, и пользователь, и прихожу, ну, я так думаю, как и многие коллекционеры, там, да, или не коллекционеры, а просто кому-то на подарок, я думаю, все равно, картина очень красиво нарисована, но я бы хотела, чтобы картина и имя этого художника билось хотя бы в гугле. Я записываю сразу в гугл и в поисковик, как подписана картина, правильно, и есть ли имя этого художника в поисковике. Если есть это и история, да, этого художника, значит, я понимаю, что картину мне уже не стыдно будет подарить, и уже у этой картины, у этого художника есть имя, и, значит, картина будет расти в цене, правильно? Как же думают коллекционеры? Это... Ой, у коллекционеров, но это вообще отдельная стезя. Я ее сейчас как раз готовлю, там более 20 типов, что я нашла сейчас уже коллекционеров. То есть вот мышление, которое вы сказали, это действительно это больше со стороны коллекционера плюс инвестиция. То есть человек проверяет, насколько... То есть не просто покупает картину для того, чтобы там удовлетворить свои эмоциональные какие-то чувства или повесить просто в интерьере. То есть... Или действительно рассматривать как инвестицию, что через некоторое время эта картина подорожает в цене, и я, соответственно, удвою свой капитал. Вот это и есть то, что... То, что я оговорилась. Это сегментация наших зрителей, покупателей в зависимости на разные сегменты, то есть на разные группы. Вот как, к примеру, кофе. То есть для всех ну это же не просто зерна. Это вот решение способно удовлетворить довольно-таки различные потребности. То есть когда люди... Да, когда люди у нас заказывают кофе в кафе, они ищут не просто вот напиток, они ищут как раз-таки вот это вот ощущение комфорта, наслаждения, будь то американо, эспрессо, латте и тому подобное. И причем вот давайте такой интерактив. Почему? Я задам вопрос в ваши размышления и пока будут писать, я как раз отвечу на вопрос про цифровые площадки. К примеру, если мы продаем кофе в интернете, средний процент конверсии, то есть это от того, как увидели вашу рекламу, пост, до продажи это один один процент. Вообще для интернет-маркетика от одного до трех процентов это классный результат. Потому что от того, кто увидели и кому продали. Но при этом, если заходит человек в кофейню, в кофейню почему-то процент конверсии 80 процентов. Как вы думаете, почему такая вот разница? увидели, послушали, пощупали ближе. Правильно? Не только. Есть очень один значимый человек, который это делает. Ну, который предлагает. Правильно. Бористо. Бористо совершает как раз-таки вот этот скачок в конверсии. Что делает Бористо? Он узнает точно, что нужно человеку, и он преподносит ему так вот именно идеально вот этот вот напиток. Вот. Поэтому у них конверсия больше. Касательно цифровых площадок, где можно продавать цифровые копии. Их очень много. то есть Redbubble тот же самый, Amazon, те же самые Etsy и тому подобное. Причем цифровые копии, мы же не говорим, что это может быть только принт, просто что распечатанные на бумаге. Вы можете работать, создавая, к примеру, бесшовные рисунки, то есть чтобы не сильно стыковался и работать даже с текстильными производителями. Забирают наши рисунки, текстильные фабрики и делают потом принты на бумаге. Можно я расскажу? Очень расскажу. Есть очень известный художник, который в принципе с нами, мы его родили, грубо говоря, но он сам себя родил, но мы дали ему большой такой потенциал, дали жизнь. И когда с начала войны, он находится сейчас в Украине, Владимир Ребро, и он рисовал только карандашом, он рисовал только бесцветным, ну, только одним карандашом в блокноте в обвежище. И не останавливался каждый день, друзья, и потом у него вот эти молодые ребята начали покупать его, они все такие патриотические рисунки у него есть, и начали у него покупать авторские права, и он уже монетизировал свой талант, друзья, потому что он начал, вот как вы правильно сказали, делали принты, делают футболки, а другое он начал, объединился с патриотическими писателями, и издали большие книги уже, его рисунки, разные писатели, и вот такие красивые, замечательные книги, друзья, так что замечательно монетизировал свой талант, еще и продвигает свое творчество и поддерживает Украину. Слушаем вас на джокс. Даже так же самое, как эскизы, многие, кто работают с эскизами в начале, мы можем их отцифровать и превратить раскраску, причем одна раскраска, опять же, один продукт, казалось бы, но вы можете сразу закрывать несколько, да, через Амазон, через Амазон классно, потому что Амазон также предоставляет услуги по печати, не забываем, что эта компания стартовала с продажи книг, у них есть своя печать, а они ваши оцифрованные вот эти эскизы могут сразу превратить уже в разукрашку и дать человеку, а самую разукрашку... И при том, что ты не вкладываешь много денег изначально, ты отправляешь, правильно? Да, это очень важно, потому что не у всех сейчас есть какие-то сбережения, миллионы, чтобы вкладывать свое творчество и ждать потом, когда это быстрый, во всяком случае, путь. Вот. То есть эскизы мы превращаем в разукрашки. Разукрашку мы можем сегментировать еще глубже. У нас может быть разукрашка для детей, у нас может быть разукрашка для взрослого, а вообще у нас может быть зентагл рисунок для медитации, то есть это когда очень много линий, это просто добавьте себе линии, у вас человек будет рисовать, медитировать, и вы вообще одним выстрелом убираете двух зайцев, потому что европейцы почему-то американцы очень стрессуют, и вы как раз им даете инструмент, который как его успокаивает. медитировать. Да-да-да, медитировать. Хотя я всегда хохочу, что у нас у всех, у украинцев, вот у нас уровень стрессоустойчивость боги, вот, и всем вот это далеко, да. То есть как творцам нам необходимо задавать всегда себе вопрос, вот какую потребность закроет мое производение искусства, и вот что я могу удовлетворить запросы, и тем самым как раз таки сегментировать для себя клиентов. Почему? Это будет хорошее домашнее задание, да, я вас еще раз перебью, это будет, друзья, это будет хорошее домашнее задание, пожалуйста, вот повторите все, сядьте, возьмите листочек, ручку, и подумайте, сегментируйте, кто вы, что вы делаете, как вы можете его продавать, свое творчество, да, вот мы больше сейчас все-таки для художников это все-таки рассказываем, но это для вас домашнее задание. Это касается не только художников, это касается всех, потому что, ну, даже, к примеру, еще, кроме того, что мы сегментируем покупателя, мы еще сегментируем и анализируем для себя, в каком у нас состоянии боли находится наш будущий покупатель, потому что, на самом деле, их есть три, то есть, первое, это когда активная боли ему нужно здесь и сейчас, то есть, к примеру, ну, с прошлой жизни строителя, я бы говорила, котел поломался, соответственно, он быстро ищет в поисковике запрос, вот, активное решение проблемы, то есть, или художник у нас разочарован в своих материалах, и он будет быстро искать высококачественные, там, краски, переходить, к примеру, с этапа с ученической акварели на профессиональную, второй тип, это скрытая боль, то есть, это те трудности, которые клиент испытывает, но не всегда осознает их, ну, вот, к примеру, музыкант может хотеть записать свой альбом, но опасается, что, там, его записи не получится, или, там, желают лусфы, то есть, он даже не осознает, в принципе, что существуют продюсеры и специалисты, которые ему в этом помогают, помогают пройти вот этот вот весь этап, и третье, тем более, на котором работают все творцы, это созданная боль, это происходит, когда человек что-то видит, к примеру, там, ваше удивительное произведение искусства на выставке, вот, и у него возникает желание им обладать. На самом деле, секрет любого, если брать конкретно художника и продажи художника, это в том, что вы должны найти конкретную аудиторию под свои конкретные картины, а не постоянно бегать, я ищу себя, ищу свой стиль и бегать за трендами, нет, мы формируем наше утверждение, мы понимаем, что мы несем в своем творчестве, да, и второе, у наших клиентов должно быть четкое, вызываться четкое вот желание обладать этим, то есть, по сути, наш клиент это тот, кто любит и хочет наше творчество, вот, и как раз таки вот через эту созданную боль, созданную потребность, мы как раз коммуницируем с ней, то есть, нам действительно очень важно понимать их и как раз таки рассортировать, вот, у нас есть продукт, я там художник или там я скульптор, под этот продукт я выделываю картины, и то, дальше начинаем сегментировать в зависимости от того, что, какая обоя, и в зависимости, что мы предлагаем, то есть, как я и говорила, рисуем картину, но можем продавать и принты, и эскизы, и саму картину, и в зависимости под разное состояние, и тогда у нас как раз... Даже тату, у Реброва даже делали штуки, брали авторские права на тату, друзья, между прочим. Ну, кстати, да, это вполне, как бы, это вот почему-то действительно в постсснде странах не принято авторские права, защита. То есть, я когда переехала в Британию, у меня, господи, наконец-то, нормально, потому что даже по работе я сталкивалась, мне надо было защищать, что это мои проекты, мне надо было отстаивать. Там, к примеру, у моего супруга... А расскажите подробнее, как вы это делаете, вот защищаете свои права, авторские, да, и про супруга тоже. Спасибо. Ну, к примеру, в Украине было сложно с этим, вот эта история больше про супруга, потому что он у меня 20 лет в рекламе, но именно в наружной рекламе. И то есть, он создал логотип, компания вела переговоры, сказали, да, 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 мы рассмотрим, да, 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 а потом мы увидели, как по городам начинают ездить машины с тем логотипом, и человеку никак не заплатили. То есть, там мы уже доказывали, это поднимая именно файлы на компьютере остаются оригинальные, созданные. Это очень трудоемкий процесс, и это очень хороший адвокат нужен. Вот. Тогда, да, вы можете доказать, что это было ваше и тому подобное. А что касается... Чтобы избежать этого, избежать этого, чтобы не было такого. Везде мы до продажи защищаем любое изображение, водяной знак, что угодно. К примеру, чтобы вы понимали, даже в Инстаграме, если вы почитаете его правила углубленно, когда вы размещаете свою программу в Инстаграме, вы отдаете им права на цифровое изображение. То есть вы расшариваете с ними как бы права. Вот. К примеру, и это касается любой социальной сети. Но это тоже отдельная тема, потому что это более углубленные такие знания, правила работы каждого механизма. Последний рубеж. Вообще перед продажей, если мы берем психологию как раз-таки, заключается, ну, вообще официально это он называется рептильный мозг. То есть не пугайтесь, получается, какая ситуация. В свое время, когда я была перезагружена очень работой, я начала думать про тайм-менеджмент, соответственно, как стабилизировать, как более организовать свою жизнь. мне ее стала изучать. Мне очень, кстати, понравилась книга «Джили Лайф». Там действительно накладывается вот этот процесс программинга на жизнь. Ну, это чертовски работает. Вот. И там как раз-таки очень классно был разобран именно части нашего головного мозга. Вот, собственно, откуда у меня вообще и вышла самая основная идея, которую я учила в маркетинге там своих. Вот. Что в любом случае, ну, мы же себя воспринимаем как разумных индивидуумов. Вот. Но мы всегда забываем о влиянии нашего подсознания. То есть вот эту часть ума как раз-таки контролирует примитивный рептилоидный мозг. вот. Рептильный. Рептилоидным это я его уже называю. То есть это вполне, если брать там строение нашего мозга и части его развития, это одна из самых старых частей. Она отвечает у нас как раз-таки за вот это вот обеспечение безопасности, удовлетворение наших базовых потребностей, размножения и тому подобное. То есть другие части там неокордекс, лимбическая система. Вот почему конфликт вечного поколения? Да нет, да у них просто она развита быстрее. То есть там, где в нашем возрасте надо немножко добежать, доучиться, у нас малышня схватывает легко. Это нормальный как бы процесс эволюции. Но как раз-таки вот этот рептильный мозг мешает нам в продаже. казалось бы. Объясню почему. Давайте я в принципе, чтобы вот не называть такими страшными словами и тому подобное. Вот. Я предлагаю ввести понятие, я вот его часто использую, как внутренний код. То есть давайте воспринимем его действительно как персонажа, как такого котика, который сидит у нас внутри и всегда нам что-то тихо шепчет и советует. То есть вот когда мы особенно, когда мы там сомневаемся в чем-то у нас появляется у каждого внутри, или там мы стремимся что-то создать. Кто, к примеру, там игрался с email-маркетингом, знает MailChimp, вот там когда нажимаешь кнопочку отправить рассылку, там рука вот так вот дрожит. Вот мы воспринимаем вот этого кота, который нас там лапкой по плечу похлопал и говорит а оно тебе надо? А может быть давай нет? Вот в особенности или мы там накидываем в корзину себе в интернет-магазине куча материалов, кисточек, всего, а может попозже? Так вот. Хорошо, а у меня вопрос, еще вопрос я перебью на самом интересном. Вот за то, что дрожит рука, да? А если ты себя действительно недооцениваешь вот я знаю как по участникам вы знаете очень много талантливых участников, которые действительно таланты от Бога, скажем так, и они в себе сомневаются, они такие педанты, говорят вот я да, но я тут еще немножко нет, а вот цена на да, ну какой Лондон, вы что, выставлять картины, я еще не созрел, не дозрел, а уже действительно у него шедевры. Просто вот где-то он в себе сомневается и не идет вперед. Вот как с этим быть? Работать над собой. Ну, к сожалению, говорю, как и есть, я наверное все бы руками бы махала сейчас в лайв-чате где-то три года три года тому назад, когда я была крайне неуверена в себе в плане вообще как личности и тому подобное. Хотя мне грех говорить, что я, к примеру, там не развивалась или тому подобное. У меня мой супруг все 20 лет нашей совместной жизни всегда говорил, что ты не только мне жена, ты прежде всего человек. Хочешь развивайся, хочешь твори, делай. То есть я всегда чувствовала поддержку. Но наши вот эти комплексы, тут я вспомню своего коуча просто великолепную Алину. Вот. Она мне как говорила, ты понимаешь, вот представь, что ты воздушный шар, то есть вот этой корзины. На корзинке есть такие мешочки балласт. Вот этот балласт это и есть все твои непроработанные проблемы, непроработанные чувства, все, что ты накопил за всю свою жизнь. И в чем заключается основная суть, что пока ты не проработаешь это, эти мешочки не будут падать с этой корзины, и ты не взлетишь. То есть соответственно не бывает такого, что мы просто проснулись и да я уверена в себе это мне мир по колено и тому подобное. Нет, у нас всегда будут какие-то сомнения двигать нами и тому подобное. но опять же когда мы работаем над собой, когда мы узнаем техники, как себя стабилизировать, к примеру, про якоря, самое смешное, что прямо перед эфиром я вспомнила, мы уже не общались с ней, ну вот как я уехала, и получается я ей скидываю сообщение и говорю, что спасибо тебе огромное за якоря, у меня через полчаса прямой эфир, а я во всю громкость в наушниках слушаю ICD-C Сандер Шторм, вот, потому что мой якорь это музыка, то есть якорь для вас это что-то, что вас успокаивает, какой-то процесс, который происходит механически, кто-то пьет чай, просто, кто-то вот как я любит послушать именно свою любимую музыку, что-то, что вас стабилизирует, и вот так вот по чуть-чуть, по шажочкам работаешь над собой, это действительно долгий процесс, это мне кажется, это, наверное, отдельный эфир надо вообще создавать, чтобы вот разбирать. Обязательно мы еще выйдем в прямой эфир, и обязательно, друзья, поговорим с вами, вам спасибо огромное, очень интересно, и я не вижу, у нас есть какие-то вопросы, ну посмотрите, вы более на какие площадки можно продавать свои работы, находясь в Европе, Amazon и Etsy, если площадки. Почему? Потому что вам находясь в Европе легче в них зарегистрироваться, чем в странах СНГ, то есть если находясь в Украине, нам надо было две недели с бубнами, с танцами регистрироваться, то есть тут вы это делаете буквально за три дня, и вам, конечно, вот намного легче пройти эти этапы. Но в чем проблема любых площадок в том, что это очень конкурентный рынок. На любой площадке, вот даже как до этого спрашивали ребята по поводу площадок, где можно продавать свои там принты и тому подобное, в них есть уже игроки, то есть которые там заработали репутацию, что на Etsy, что на Амазоне очень важна репутация, что на Etsy, что на Амазоне очень важно соответственно правильное управление своим рекламным бюджетом. И не делая этого, вы не появитесь в поиске. То есть ваша картина как нового зарегистрированного пользователя провисит пару секунд, к сожалению, и просто пройдет. То есть я бы вам советовала все-таки для начала, когда вы особенно стоите на первоначальном этапе действовать через инструменты, которые вы понимаете и с которыми вы освоились. Это может быть Инстаграм, это может быть ТикТок, в отличие от опять же Украины и САД, тут как мыслят, тут в ТикТоке смотрят обзор, а идут покупать на сайт. То есть тут мы всегда еще определяем логику действительно мышление человека. Площадка никогда вас не выпустит за свои рамки. Почему очень классно, когда вы являетесь участником фестиваля Golden Time Talent или вообще участником непосредственно даже сезона, потому что, к примеру, я писала просто статьи в блог своего сайта о своем участии и соответственно отправляла менеджера, я просто поделилась, я говорю, Ян, знаешь, я вот написала статью о своих эмоциях. Мы сделали перелинковку и у меня пошел органический трафик. И вот правильно Инесса говорит, что когда мы вбиваем наше имя в Гугле, оно быстрее нам подтягивается. Почему? Потому что ни мой сайт, который сделан специально на WordPress, ни сайт проекта не воспринимается Гуглом как коммерческое что-то. И соответственно, он быстрее делает перелинковку и быстрее нас показывает в сети, в поисковой именно сети. И нас намного легче найти. Вы участвуете в конкурсе, друзья, по-любому будет ваша фамилия на субийце в Гугле, только так пишите правильно на английском языке и подавайте себя уже так, как вы продаете уже свои картины, чтобы у вас было все под одним именем и с правильными буквами, потому что вы заявки заполняете на конкурс, одно имя пишите, имя так пишите, потом картины пишите с другим именем, и получается немножечко неправильно. Суматоха. А вот когда везде одно и то же имя, фамилия, имя, фамилия будет подтягиваться, мы вам в этом помогаем, а потом, и, кстати, у нас была до этого галерея, где мы предоставляли нашим участникам бесплатно размещать свои картины и, ну, с многими событиями в мире, да, и с войной у нас немного это втрачено, но обовец скоро будет и велкам, пожалуйста, друзья, художники, у нас просто она есть, там не хватает базы памяти нет, нет, я даже в первом когда сезоне участвовала только как художник я размещала. там картина там висит и тоже делитесь и делайте господи, делайте обмен ссылками, потому что это действительно очень важно. и в сезоне то, что вы участвовали, подтягивайте YouTube, Facebook и будет ваше имя опять же на газета, газета обязательно, там, где вы принимали участие в конкурсе и в фестивале. Вы, кстати, видели газету, что о вас написала британская газета? Да. И там же ваше имя есть. И, кстати, выходит новая газета британская и тоже там ваше имя есть, друзья. И это вообще замечательно для тех, кто находится на этапе, к примеру, как я нахожусь. Я не собираюсь оставаться в Британии по той визе, к которой я прибыла, соответственно, у меня четкая цель есть в течение года перейти на визу талантов. И это один из важнейших пунктов, чтобы права списали в СМИ. То есть там есть 10 пунктов, которые вам нужно выполнить, и вам как раз-таки это закрывать. Кроме того, что оно вам генерирует трафик онлайн, оно вам, если есть ребята, они же как выбрали такой же путь, как и я, то это тоже сказывается. это по всем странам, не только Британия, друзья, так же, как и США, и Арабские Эмираты, и все страны, даже Германия, им всем нужны талантливые люди. И в принципе, вы можете подаваться на эти визы, почитайте, посмотрите, и тоже можете заполнять эти, пробовать, только не так, не серьезно подходить, а серьезно подходить, как и для визы в Британию, вы открывали, да, на конкурс и приезжали сюда. Все это очень серьезно, и нужно упаковать, собрать все статьи, все газеты. Может быть, мы о каких-то сезонах писали, может быть, вы принимали у нас в том году, мы разыгрывали 4 тысячи евро с той прибыли, с которой заработала компания, мы взяли и подарили нашим художникам. Мы думали, подарим одному художнику, не смогли. Там призовой фонд был 4 тысячи евро, там получили 4 художника, из них получили 2 персональные каталога сделали, выпустили, напечатали. Кстати, вот печатное издание, которое вы тоже получили на фестивале, это очень важно, это очень важно, потому что, тем более, это тоже британская компания, печатное издание, которое вы держите не только электронное, а и печатное, это тоже очень хорошо, друзья. Вы им под... И у нас еще есть вопросы, и мы подбиваем итог, и, друзья, обязательно, после того, как мы подобьем итог, у нас есть а, домашнее задание, повторите, пожалуйста, какое. Второе, задавайте вопросы, пишите даже после эфира, когда вы будете смотреть это в записи и в Ютубе, и в Фейсбуке, и на канале Golden Town Town, друзья, тоже пишите, задавайте вопросы, нам будет тоже очень интересно, чтобы у нас был фидбэк от вас, и мы, чтобы вас слышали и понимали, в каком русле нам идти дальше, потому что у нас действительно очень много планов, идей, и, в принципе, они вам, надеюсь, понравятся. Я хотела, кстати, тоже сакцентировать на него. Мне так сегодня удобно, и Несса половину того, что я готовила, как раз таки плавно задает вопрос. По поводу позиционирования нашего, что вот одно имя правильно сформированное, то есть посидите, подумайте, не спешите, не ведите впереди паровоза, то есть стратегия, как бы ее не любили, да, это объемная такая тема, она нужна. Вот это вот один из стратегических важных шагов. Подумайте, как вы будете себя представлять, как будут называться ваши странички, ваш сайт, то есть, к примеру, если у меня это мой, соответственно, Алия Бодна, в инстаграме у меня это AB Watercolor, в любой сети это будут мои инициалы и акварель, то есть акварель у меня используется как ключевой запрос, потому что люди, которые ищут заинтересованных в акварели, они будут так или иначе вводить это слово. В одной из книг по маркетингу, я помню, натолкнулась интересное утверждение, Петр Друке сказал, что цель маркетинга это сделать усилия продажи ненужными, и с этого у меня родилась идея, вот как раз таки, вот действительно, я ее называю маркетинговый мост, когда мы все выстраиваем в одном ключе, то есть, у нас везде одни имена, у нас при линковке, там при изображении идет также подтверждающая, как раз таки успокаивающая вот внутреннего кота вещь, к примеру, перед тем, как вы увидели рекламу нашего интенсива, я там на фотографии изображена в этой рубашке, я делаю как маркетинговый опять же мост, то есть, вы когда подключаете к эфире, вы видели меня там, вы видите меня тут, все происходит органически и классно, да, вот это вот она, то есть, мы всегда должны выстраивать вот такие вот взаимосвязующие мосты, то есть, к примеру, когда на сайтах, да, я понимаю, не у всех есть сайты, но есть инструменты отслеживания, тепловые карты, то есть, мы видим даже, как у нас двигаются люди по сайту, так вот, они не читают сплошные вот эти тексты, которые мы пишем, они читают сугубо заголовок и сугубо, к примеру, там, кнопки с действиями, что от них требуется, но, если мы запускаем для себя рекламу, что вот, я продаю, я продаю, к примеру, картину, такую-то, такую-то, приходи по ссылке, он переходит на сайт, и там высвечивается абсолютно что-то другое, или, соответственно, вы такая распрекрасная, здравствуй, это я, вот это вот, это будет нарушение, то есть, у нас, когда мы выстраиваем, вот, правильный маркетинг, мозг, когда у нас сходятся вот эти лопасти, моста, у нас и происходит как раз-таки вот такое вот органическое рукопожатие, и у нас завершается это все органической сделкой, то есть, а сделка для нас продажа, то есть, мы четко понимаем, кто мы, мы себя, соответственно, свой продукт, мы сегментируем полностью по направлениям, под какие типы клиентов мы их продаем, эти клиенты по маркетинговому мосту, наитивному, приходят к нам расположенными, и мы продаем им, и продаем, вот, чтобы у нас был 80% не бариста, вот, каждый бариста своего бизнеса, мы продаем это, общаясь в сети, и совершаем свои сделки, чем работать на площадке, по моему опыту, для начинающих, лучше все-таки стартовать в социальных сетей, которые вы знаете, потому что вам легче с ними работать, легче генерировать контент, вы легче более маневрены в плане общения, потому что на эти, если вы вовремя не отвечаете, у вас может падать рейтинг, а если у вас падает рейтинг, вам меньше идут покупатели, и проблема, вот то, что я говорила, площадки, они не выпустят никогда вас извне своей юрисдикции, то есть вы будете платить за рекламу, и она будет показываться только в той площадке, в то же время, когда почему мы говорим про важность перелинковки органического, это сеть Google, ее видит весь мир, я не думаю, что сейчас Америка выиграет, конечно, суд, вы знали, что сейчас судится американское правительство с Google, потому что его обвинили в монополии, вот, то есть не думаю, что это приведет к чему-то такому глобальному, мне кажется, все равно это будет если не будет Google, то будет что-то другое, но в любом случае, друзья, не останавливайтесь, пишите, творите, работайте над своим именем, спасибо вам огромное, офигенно. домашнее задание давайте напомним, дайте нам домашнее задание, выберите по три группы продукта, вот опять же и на середине, она как, ну, чувствуем, синергия произошла, это классно, выберите продукт и разделите для себя вот три разных категории, которые вы планируете создать или вообще думаете создать, вот, вплоть до того, что сделаем, вот как действительно бонус обещали, пришлите мне на разбор, я вам безвозмездно рассмотрю, если что, проконсультирую по этим разморам, для чего это задание, это вам оно поможет вот действительно лучше понять вашу аудиторию, сделать свои работы более привлекательными, успешными и начать их продавать, потому что для того, чтобы начать продавать, не совершайте ошибки многих, не в том плане там бежать, не, я начну продавать, когда у меня будет там пять тысяч подписчиков, нет, вы можете продавать, у меня двести пятьдесят, ну я что продаю, вот, все правильно, то есть нашему клиенту важно влюбиться в нашу картину и захотеть ею обладать, все, это самое главное и пригляд. Спасибо вам огромное, так же, как и влюбиться в нашего спикера сегодняшнего, так что у вас замечательный, теплый, Аля, спасибо вам огромное, замечательный эфир, очень поучительный, мы сегодня узнали очень многого и обещайте нам, что мы с вами еще увидимся, обязательно, друзья, вы после эфира все равно продолжайте писать вопросы, которые нужны и welcome, мы еще раз встретимся. Все, с любовью, развивайтесь и до встречи. Спасибо вам огромное. Приятного вечера. Субтитры создавал DimaTorzok